всем здравствуйте вы на канале или на франц и я решила ответить на ваши вопросики их накопилось довольно много поэтому я сейчас запишу отдельное видео хотела ответить каком-нибудь из блогов но уж много сильно вопросиков первый вопрос рассаду покупаете цветущую или она у вас распускается уже на террасе ну мы покупаем всякую рассаду покупаем и в семенах но чаще всего мы покупаем рассаду которая уже цветущая и потом высаживаем нашли ли вы кле крем который вам подходит для ухода вокруг глаз на сегодняшний момент я пользуюсь для рожь позе ультра мне он подходит мне он нравится я люблю вообще менять косметику сейчас пропользуюсь этой маркой этим кремом потом посмотрю если найду что-нибудь более эффективное и более подходящее обязательно с вами поделюсь самые вкусные дыни которые вы ели во франции которые и как их едят французы во франции мне нравятся такие маленькие желтенькие дыни здесь они называются каваём то есть это такой такая деревня которая находится в провансе кстати мой муж там жил и вот эти маленькие дыньки я не знаю как они у вас называются по-русски они такие маленькие желтенькие очень сладкие и как их едят французы уже многие блогеры рассказывали что во франции дыни это не десерт это чаще всего закуска антре и их едят с вяленым жамбоном или с нарезкой в салатах мы обязательно с вами сделаем такой салат я его очень очень люблю вы видели лично кого-нибудь из звезд франции кино например да когда мы жили в париже так как казарма располагалась седьмом арандисмане парижа это был очень престижный район это не из-за того что мы крутые нет не подумайте просто казарма располагалась в седьмом арандисмане возле совершенно рядом с инвалидом пешком и недалеко от эфелевой башни и поэтому многие звезды жили в нашем районе в арандисмане и рядом с нами был дом и в сен-лоран и вот когда уже он болел и в сен-лоран я уже его в последние дни не видела он выезжал всегда почти на машине дата вам найти даже фотографию этот дом прямо был почти один в один это улица бобилон и этот дом почти вы слеплены дома с казармой почти и я его выдела в машине он был в черных очках уже было видно что он болел кого я еще видела а жерар де пардио я видела потому что когда он выбирал свой дом этот дом который находится на улице шерш меди там у нас почта была у как мне солнце сейчас напечет голову наверное и была у нас там почта и когда я ходила на почту то однажды я увидела жирал жирал де пардио он выбирал простите телефон меня прервал и наш чем я закончил да я видела жирал де пардио он выбирал свой дом и он выбирал между двумя домами и он выбрал тот дом который вы наверное все видели теперь он его уже продавал он как сделал в нем как маленький замок ну а также видели мы очень на морма нам он мартре мы видели часто различных звезд различных телевидую те кто ведет передачи на телевидении до в париже можно увидеть кого угодно кстати нового президента видели часто потому что он живет прямо в ордисма который округ охоте находился рядом с нашим как заработать на ютюбе ой как заработать на ютюбе я не могу вам сказать как заработать на ютюбе потому что мне кажется на ютюбе заработать очень трудно на рекламе копейки заработаешь кстати я вам хотела вас предупредить что сейчас ютюбом творится что-то непонятное каждый раз ютюб каждый день отписывает подписчиков так что проверяйте свои подписки часто вы можете быть отписан от одного или другого блогера и часто часто вы не получаете как это уведомление о новых видео или когда на заходите на страничку блогера то вы часто видите старые видео и не видите новые видео я не знаю что у них там случилось знаете что мы выпуск также продолжаем выпускать видео заходите на страничку сделайте уведомление и тогда все будет нормально но я надеюсь что это все наладится настоящий момент у меня очень много абонентов которые постоянно отписаны так что проверяйте подписки на блогеров которые на которых вы подписаны так вас распорядок дня наш распорядок дня стою я в 6 15 6 20 готовлю завтрак привожу себя порядок потом рабужу моих мужчин мы завтракаем мужчины кто уходит школу кто на работу я начинаю я делаю свою небольшую зарядку занимаешь домашними делами загружаю видео отвечаю на комментарии и затем я готовлю обед и занимаюсь всеми всеми домашними потом оба моих мужчины приходят на обед и вот так вот все это продолжается в 3 потом влад возвращается в школу в 3 15 в 3 45 вру в 3 45 он возвращается домой опять самолеты у нас провансе это что-то и он он возвращается домой делаем домашнее задание и там уже вечер приближается и вот так каждый день мой своих домашний в своей домашней работе нормально все чтобы вы хотели из россии и сибири а что мне кто-то хочет посылки выслать не знаю девочки я не знаю что и хотела бы я из россии или сибири потому что спасибо конечно большое потому что я уже очень давно не была ни в россии ни в сибири и не знаю совершенно продукцию которая продается у вас конечно может быть по интернету я могу но видите я же как говорят помешана на биопродукции на органике конечно бы мне было интересно узнать что интересного продают может быть заказать по интернету но вот кстати в комментариях и поделитесь со мной какие супер продукты органические или биологические у вас начали производить что интересного из пищевых продуктов может быть какие-нибудь травки приправки че мне будет все это очень очень интересно и спасибо вам большое заботу о нас что может быть натура а кстати если что то пишите мне в личку и мы там с вами поговорим что может быть натурально в чистящих средствах даже если они биологические это же сплошная химия ну знаете во франции если это био как я уже сто раз говорил то это био я конечно обращаю внимание на ингредиенты которые в чистящих средствах я там никакой химии в принципе не нахожу если я покупаю какое-то биологическое средство то конечно я смотрю на его состав и я с вами не согласна что это одна химия конечно много химии но можно выбрать и хорошие продукты а можно конечно и сделать самим но я чаще всего покупаю почему не добавляете рис фаршированный перец добавляю рис и добавляю и овсянку и киноа и гречку я вообще люблю очень разнообразную кухню поэтому я обязательно все добавляю просто это был рецепт когда я не добавила в принципе всегда добавляю прочитала что глютен добавляют косметические средства пудру помаду что ощущаете при использовании но в принципе я не сильно ощущаю я иногда ощущаю когда помада наверное немного женя но вы все знаете что у меня аллергия на глаза но я не могу сто процентов сказать на глютен это или на лактозу или на молочную на молочный протеин казин вот я у первого числа я пойду к доктору попрошу все анализы поэтому я сейчас вам ничего говорить не куда а там уже все расскажу как всегда что для вас прованс прованс от нее а в трех-четырех словах прованс для меня я уже кстати отвечал на этот вопрос в инстаграме вы можете посмотреть на моей страничке кстати инстаграме есть большой пост про прованс что привезти из прованса еще самолеты тут наверно вообще они разлетаются сейчас и не дадут не записать видео вы уж простите надеюсь что вам все слышно я стараюсь говорить громко про нас для меня в четырех словах лаванда цикады розовое вино которые любят французы суп писту кстати вы знаете что такое суп писту в провансе в прованс в провансе летом часто очень его готовит наши родственники свекор готовит очень часто и как он будет готовить я вам обязательно покажу вот наверное это и все прованс солнце хорошее настроение тепло что дешевле во франции газ или электричество знаете я вам точно сказать не могу газ и электричество что дешевле в провансе во франции во всей франции потому что мы платим абонемент я могу сказать сколько мы платим мы платим примерно 50 евро за электричество месяц 50 евро за газ но я уже раз объясняла что потом через несколько месяцев мы получаем фактуру и нам если мы потратили больше добавляют мы должны заплатить определенную сумму а если мы потратили меньше то нам рамбурсируют то есть перечисляют на счет то что мы не потратили вот поэтому примерно мы платим 50 евро каждый месяц из-за газа из электричества получается 100 евро а там как я так как мы в провансе всего когда а вот в конце июня будет год как мы сюда переехали и потом когда я получу счет я вам скажу выгодно ли по деньгам готовить мультиварки по наверное скорее всего по электричеству спросили но знаете я на этот вопрос точно не могу ответить потому что я точно никогда не знаю сколько она берет энергии мультиварка я всегда который я думаю что современные мультиварки они как бы не знаю много они или энергии берут или нет кто знает поделитесь наверное берут какую-то энергию но я всегда готовлю что такое кефир фруктовый кефир фруктовый кефир я уже объясняла это грибок кефирный грибок и французы они значит предпочитают не молочный кефир а фруктовый кефир я уже отвечал на этот вопрос в одном из блогов посмотрите там где было про кефир так опять пробива вопросик французы помешаны на продукта bio а вы полностью уверены что где bio действительно bio или во франции с этим строго до во франции с этим очень строго и я уверена что bio это bio инвалидов во франции отправляют дом инвалидов я как отправляют дом инвалидах я спросила у мужа как поступает с инвалидами потому что я уже про представил вам сказал он сказал что с инвалидами зависит от степени степени инвалидности и зависит от доходов семьи если они могут позволить себе это ну как дом инвалидов потому что я вам не скажу точно платное ли государство помогает скорее всего какую-то часть помогает то если уже серьезный случай скорее всего в дом инвалидов отправляет если же можно заботиться дома то скорее всего будут заботиться об инвалидов дома вот но на сто процентов я на этот вопрос ответить не могу потому что никогда об этом не узнавала чаще слышала о престарелых откуда павлин это в том блоге где в блоге как где мы ходили гуляли и там цвела юка цвели кактусы и слышал ли голос павлина одну павлина у кого-то живет павлин но тут часто кстати во франции у кого-то живет павлин на что похож фруктовый кефир похож на квас только со вкусом фруктов очень очень вкусно мы с вами обязательно сделаем я только жду кефирный грибок какие французские традиции вы соблюдаете в семье и какие точно не будете соблюдать вот какие точно не буду соблюдать такой вопрос я даже не знаю какие точно но скорее всего не буду уже теперь точно но не зарекаясь не буду покупать готовые блюда особенно в консервных банках которые любят французы мы уже говорили что французы обманжают консервы против заморозки хорошие ничего не имею не буду никогда оставлять варенье на столе потому что для многих французов варенье они не ставят холодильник и тоже не буду оставлять никогда сыры на столе потому что французы могут оставить сыр на столе весь день и вы они говорят что сыр должен отдохнуть то есть начинать начать все слова скажу пахнуть еще сильнее для меня это микробы что соблюдаю соблюдаю режим питания это культуру питания всегда у нас ужин обед завтрак все это вовремя у меня в семье мы обедаем ужинаем завтраком все вместе никогда не мы не кусочничаем не едим по отдельности когда кто хочет у нас определенное время есть маленькими порциями ну как маленькими порциями то есть ну да то есть порция небольшие но правильные есть медленно дома приучаем было да есть медленно у меня муж кстати есть очень медленно я ему очень завидую потому что он как мы познакомились ему не нужно говорить что нужно пережевывать 25 раз он сам это все знает у него всегда так с детства он кушает очень медленно общаться за столом да мы всегда общаемся за столом сыр на десерт свином это тоже традицию мы переняли у нас как бы почти особенно выходные сыра на у нас всегда на десерт и вино очень часто сыром для нас вино для французов и но это не только по праздникам это обыденное на ужин это запросто но и все наверное а вот миндаль должен быть сырой когда я делаю миндальное молоко молоко до миндаль обязательно должен быть сырой и не перри жареный вкус какого молока вкус более нейтральный чем у покупного миндального молока почему так жарко что у меня пот везде выступает почему потому что очень мало идет всяких добавлений в молоко часто добавляют различные добавки даже если натуральные вкусовые добавки соль добавляют часто какие-нибудь корицу ваниль шоколад добавляют водоросли очень часто поэтому вкус немного меняется но нейтральный вкус тем хорошо что из этого домашнего миндального молока можно приготовить что угодно как делает миндальное масло миндальное масло делается очень очень легко я вам обязательно покажу сейчас просто рецепт рассказывать не буду принимайте витамин d нет не принимаю теперь как когда жили в париже то принимала витамин d нам врач семейный врач прописывал один раз в год как же каждом по одной капсуле но здесь так как много солнца не принимаю хотя слышала что в зимнее время даже здесь нужно принимать витамин d и также стараться включать в свой рацион продукты которые богаты витамином d это первую очередь это конечно солнце которое нам помогает получить витамин d нужно находиться на солнце 15 минут без всякой защиты потом уже конечно наносить же защиту я вам уже говорила что spf он не дает проникать витамину d и обязательно нужно употреблять такие продукты как печень трески 9 граммов в день что еще яйца но яйца трудно 6 яиц надо в день потребить чтобы получить норму витамина d довяжу печень 200 грамм жирную рыбу вы наверное скорее всего знаете какие продукты нужно употреблять чтобы был постоянно витамин d в организме а какие симптомы когда не хватает витамина d сейчас я вам расскажу какие симптомы это прежде всего бледность кожи также можно возникнуть боль в суставах выпадение волос у детей чаще всего это развитие плохое развитие костей усталость депрессия ну вот если у вас есть эти признаки то подумайте о витамины d есть различные витамины d советуют чаще всего принимать витамин d в капельках чем в капсулах и и вот я не помню сейчас марку какая натурально кажется если не ошибаюсь зима d во франции как используете миндальное молоко миндальное молоко использую везде добавляю в кофе готовлю десерты на миндальном молоке готовлю свой миндальный йогурт в принципе использую как простое молоко какие мидии на вкус мидии на вкус я не знаю потому что я но пробовала всегда мидии которые в томатном соусе они на вкус мне чем-то похоже я даже не знаю как этот вкус если не попробую что наверное никак не объяснишь этот вкус может чем-то маленечко схоже с кальмаром лучше попробовать купите одну баночку мидии и попробуйте я не сильно люблю море продукты поэтому не могу вам обгрузить объяснить друзья вы друзей влада угощали да когда кладу приходили друзья в среду или часто по средам приходят друзья то у них всегда в четыре часа гуты и мы их конечно угощаем в основном это напитки прохладительные сок печенье пирожные конфеты что-то сладко как у вас обстоят дела с водой пьете ли воду из-под крана или только фильтрованную или из бутылок спасибо полетели я пью только фильтрованную воду и из бутылок да здесь кстати многие пьют французы из под крана и не покупают совершенно вот я не могу пить воду из-под крана потому что я вижу налет особенно когда мы жили в париже но в париже нас предупреждали стой лучше не пить воду из-под крана в провансе говорят что хорошая вода во франш-конте когда мы жили то вода была очень много осадка как он белый осадок называется калькер не помню по-русски то есть когда кипятец чайник там осадка уже сколько у меня несколько раз даже ломались всякие приборы вот так что мы чаще всего фильтрованную и из бутылок осталось два вопросника вопросика сколько денег в месяц тратите на еду найду в месяц где-то мы тратим по 50 евро на человека в неделю около 150 евро в неделю вот а там считайте сколько мы тратим ну конечно есть там плюсы есть минусы когда нам что-то надо купить тратим больше когда нет когда куда-то нужно выйти но в принципе тратим точно так же как и люди которые питаются не био потому что я очень-очень много готовлю если я бы не готовила то конечно наверное видео мое придется переписывать а конечно мы бы тратили больше расскажите о котлетах из люпина из его семян как они на вкус кстати сегодня делала пост о люпине в инстаграме посмотрите о всех его полезных свойствах и на вкус котлеты просто замечательный у меня владислав попросил купить еще такие же котлетки все закончила с вопросами не буду я вас занимать еще ваше время и самолеты здесь не не дают записывать видео простите больше пожалуйста за шум задавайте под этим видео вопросом задавайте ваши вопросы в инстаграме я буду все выписывать и обязательно отвечать спасибо вам и до новых встреч в провансе пока пока